В поселке Нижнесартымске из Сургутского района открылась точка роста. Проект федеральный и создан для детей, которые живут в сельских поселениях и малых городах. В регионе сегодня открыты 67 таких образовательных площадок. В ближайшие годы их станет 100. Подробности далее. Не просто физика, а в экспериментах биология практическая. В цифровых лабораториях, веб-дизайн и сайтостроение. А еще робототехника. Теперь у школьников из Нижнесартымского есть оборудование для программирования, протитипирования и научных исследований. Еще в одном отдаленном поселке Сургутского района открылась точка роста. Проект федеральный, его реализовывают в рамках нацпроекта образования. Классы оформлены в едином стиле бренда. У нас есть сетевое взаимодействие с ЦДТ Сургутского района. Еще и от Центра детского творчества педагоги также будут вести курсы. Я надеюсь, что у нас получится юный исследователь, будет курс программы дополнительного образования. Юный сити-фермер и сити-фермерство. Это вот наша мечта. И вот они как раз будут очень практикоориентированы. То есть дети для того, чтобы вырастить то или иное растение, понятно, что им нужно мало того, что знать хорошо биологию, но еще прекрасно знать химию. Здесь дети получат знания, которые не входят в классическую школьную программу. Обучатся функциональной грамотности, теорию закрепят на практике. Одна из главных задач и целей этого проекта – предоставить образовательную площадку для сельских ребят, чтобы они не чувствовали себя обделенными и имели равные возможности с городскими сверстниками. Это уже восьмая точка роста в Сургутском районе. В этом году такую же откроют и в сельском поселении Лямина. Точки роста – это особый проект, который изначально задумывался и реализовывался для школ в сельских поселениях и в малых городах. То есть те образовательные организации, для которых достаточно сложно организовать на высоком уровне образовательный процесс, приобретается оборудование в соответствии с последним словом техники, оборудование, на котором можно не просто проводить лабораторные работы для классических занятий в школе, но в том числе или даже в первую очередь реализовывать самые продвинутые проекты. В день открытия точки роста в Нижнесартымском еще 12 таких центров доп. образования заработали в регионе, а первые появились три года назад. Сейчас на базе школ их уже 67. В ближайшие несколько лет появится еще два десятка. Светлана Круковская, Никита Ручкин, Вести Югория, Сургутский район.